ребят всем привет куда мы к сегодня идем мы сегодня идем на экскурсию в центр гуанчжоу будем кататься на двухэтажном автобусе по центру смотреть как зажгутся фонари я надеюсь что мы застанем закат есть что вам понравится надеюсь что вам понравится девочки ради вас кстати ребят смотрите как у нас вероничка не то китайской такой платьице красивая мама заказала тену китайской но она такой в стиле таком китайском что ли а полинка отдела вероники на платье и она короткая пока молодая девушка хорошо вторым там платье и на каблучках она сейчас мы находимся на станции canton tower нам нужно пройти на выход и отсюда начинают стартовать пойдем искать пойдем искать станок смотрите ребята за сколько много народу это одна из самых известных достопримечательностей гуанчжоу поэтому здесь смотрите сколько людей сконцентрированы все туристы приезжие китайцы какие-то фото это и скорее всего вот наш автобус который мы ищем они стартуют каждые 15 минут и здесь возможно продаются билеты выход а ребята вот выход вот так чуть-чуть проходим и упираемся автобусы поездка стоит 30 тюань мы купили два билета дети бесплатно нам выдали вот такой вот не знаю что это посты какой-то и научный обзор автобус ребята вот на первом этаже конечно никто не сидит все поднимаются наверх потому что со второго этажа конечно лучше будет видно здесь можно купить водичку здесь что-то такое китайское представлено не знаю с чаем связано и вот здесь можно тоже посидеть пойдемте наверх здесь ребята нету кондиционера здесь открыто окна открыто полтора часа будет длиться примерно вся поездка поездка будет по ганчжоу будем проезжать какие-то места интересные будут комментироваться вот таким вот как это диктором аудиогид смотри как вот такие наушнички нам выдали одноразовые наушники качество конечно не очень наушников и ребята мы тронулись 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 смотрите вот вставляем наушнички выбираем язык языков посмотрите сколько испанский русский английский китайский позиции видимо кантонский есть я не знаю что как у ребята и включаем армузский играет традиционная китайская музыка вы должны это слышать ну все ребята поедем что-нибудь интересненько поснимаю наверно под музыку сидят так спокойно им все нравится похоже пока по моему им все нравится полина слушает на китайском вероника на русском но по моему у всех одно и то же играет только музыку вероника еще читает книгу успевает на китайском языке в россию едем по кругу да потом россии сразу почему бровки домиком маленький мой гномик мы поедем достопримечательностей города здесь будут рассказывать что вот вы сейчас находитесь в таком-то месте это там то-то то-то мы пересели мы пересели почему туда потому что там очень жарко а здесь посмотрите вообще окна нету город живет ребята сейчас подъехали к пристани до шатоу это пристань может принимать одновременно 12 кораблей здесь производится покупка билетов и можно будет прокатиться по реке джуизиан все конечно красиво смотрится но хотелось бы отметить то что река очень грязная и единственное то что портит всю картину сейчас мы находимся на острове аршатау остров аршатау вообще очень красиво особенно вот этот парк очень красиво катаемся в общем мы здесь ребята смотрим за такой вот красотой и приходит оповещение с канала добрый день я сейчас нахожусь в зале где проходит бм хочу вас поблагодарить за это видео видимо про то видео где я говорил про наш переезд в китай я там общем говорил про бм то что мы обучались в школе бм и дальше написано так как после просмотра видимо я принял окончательное решение пойти на бм ставлю этот комментарий очень хороший позитивный спасибо вам если вы смотрите наше видео привет вам успехов да успехов вам на и начинание бизнесе и так далее а может быть не в начинании может быть в расширении может быть в расширении да и в гавана а а а а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я прихожу из школы, мне нужно делать уроки, потом уже мыться и спать. В общем, мы не успеваем погулять, да? Выходные тоже. Ну, выходные мы гуляем, вот выходной сегодня. Гуляем на гироскутере, да, не покататься, действительно. И хоть тебе не хватает этого, да? Да, я хочу новое что-нибудь узнать. Что новое? Какой-нибудь погулять, например. Ну, мы гуляем всегда в новых местах каких-нибудь гулять. Да. Вот сегодня нашли экскурсию такую интересную. Нравится? Всего же, да? Ребят, смотрите, среди этой всей красоты трущобы. Вот видно, там разбирают. Некоторые дома пустые. Все равно где-то свет горит и люди до сих пор живут. А рядом, смотрите, строится какой большой гарден. Новый. Красивый. Красивый, да. Но трущобы поджимают конкретно, там прям видно, их прям поджимают. Вот и все, ребята, наша экскурсия подошла к концу. Было очень интересно, рекомендую вам эту поездочку. Как найти этот автобус и где купить билеты по видео будет понятно. По гиду мы практически ничего не слушали, потому что очень мало говорили. Подъезжаем к месту, говорится об этом месте, говорится о каких-то деталях, когда, какой год и так далее было построено. И очень много музыки играет в промежутках. Очень такая нудная, противная, поэтому гидом практически не пользовались. Ребят, посмотрите, какое кафе интересное, красивое, находится неподалеку от нашего дома. Зайдем здесь, что-нибудь новенькое попробуем. В этом ресторане, ребята, смотрите, сразу же на входе такая зелень, аквариум, можно выбрать любую рыбу. Вот этот осетр. Здесь такая зелень. Берешь, указываешь на какую-нибудь жимность и тебе ее готовят. Андатор какая-то. Здесь краб. В общем, ребята, все, что здесь находится, можно заказать. Здесь есть. Также здесь есть змеи. Ребят, это второй этаж. Посмотрите, как много места и сколько народов. Здесь, посмотрите, у них такие кабиночки есть интересненькие. У него нумерация 8, 6 секурия. В общем, мы вот в такой вот штуке разместились. Будем сейчас пробовать дегустировать. Ну что, девчата, скоро в Россию поедем. Вы готовы? Да. Сколько осталось садиков? Пять. Девчата буквально недавно начали считать, сколько осталось садиков до России, до поездки в Россию. Пять. Мы выясняем, можно ли поговорить без языка. Полина сейчас скачалась на стуле, и я говорю, упадешь, спинка по голове, голова об стол, язык на стол, на тарелку, и все, и разговаривать потом не сможешь. Не балуйся. Ну не балуйся, специально не надо. Поэтому без языка никуда. Она как настоящий мушкетер. Пап, я правда снимаю, смотри, как я не знаю. Смотри, 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 какой. Опа! Молодец! Ничего не подобна палочка есть. Смотрите, Полина, Полина с официантом фоткается. Ну как, классно? Вероничка у нас будет пробовать салатик такой вкусненький, вкусненько, да? Это что-то, наверное, десерт, нету салатик, почему десерт, попробуем, нет, салат, вкусненько, да, вкусная штуковина, китайцы везде добавляют ее в лапшу и везде, Фуджу называется, Фуджу, вот Катя подсказывает, просто посмотрите на эту хрустящую шкурочку, как она хрустит, серьезно, сейчас я попробую это дело передать, стоят китайцы, смотрят на меня, как я снимаю себя и дегустирую, это очень вкусно, как вкусно, хрустящая шкурка, обалденная, Вообще вкуснятина Ммм, десерт, а как вам? Санцай тофу называется, ребят, ребят, посмотрите, вот это тофу, да, здесь это фаршированное чем-то дело, не знаю, мясо что ли, а внизу идет квашеная капуста Вероничка отважилась первая попробовать такое вкусное блюдо Ммм, вкусное? Ну как тебе? А тарелка почему стоит? Это мясо, здесь в серединке тофу, мясо такое Да, скорее всего это мясо, но как тебе по вкусу-то вот это мина, тофу сам? Как омлет Чего такое? Острое? Нет, нет, вот это попробую, смотри, вкусное Капанюша, как тебе? Очень вкусно, кстати, я очень обожаю вкусное тофу и мне понравилось Хрюшки, булочки, мишки И это хрюшечка, булочка Булочка симпатичная Там какая-то чипаковая вкуска Булочка правда вкусная Ребят, вот сколько блюд мы заказали Это конечно очень много, заберем с собой еду И дегустацию блюд мы вам показали Если вы кушаете, вам тоже приятного аппетита Очень было все вкусно, по меню мы прям угадали, да мам? Все угадали Все угадали, все было вкусно Все, сейчас пойдем посмотрим, сколько выйдет у нас на кассе Ребят, по чеку у нас вышло 171 юань всего Много было съедено, было очень все вкусно Я считаю, что 171 это очень дешево Ладно, девчата, говорите, пока Пока Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки Пишите в комментарии Всем пока Пока А мы пошли, пошли домой А мы пошли домой, ребята, всем пока 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 А завтра Петя, день рождения Да, папа, будем снимать? Давай, давай, давай Машина идет, ну давай Давай, давай будем снимать Обязательно посмотрите это видео Про день рождения? Да, Петина Ну а вы проанонсируйте, скажите, что будет там на день рождения Наверное, торт Торт? Что еще будет? Там будет сладкий стол И еще будет бассейн Бассейн А еще будет детя, это ее одноклассник Да В общем, будет много русских ребят, да? Да Будет русский праздник, день рождения, да? Да, ему исполнилось 8 лет Да А еще мы ему делаем такой подарок, конверт И туда положим денежки Напишем ему письмо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому